Всем привет! Меня зовут Александр и я веду репортаж для АЛЛАТРА ТВ передачи Климат глазами очевидцев. Недавно, 18 января, по территории Нидерландов, Германии и Польши прошел ураган Фредерик. Мы сейчас с вами находимся на территории леса рядом с Сан-Августином, где можно наблюдать последствия этого урагана. Например, можно посмотреть на это дерево. Хоть оно и в толщине составляло когда-то 1 метр, оно все равно поддалось под натиском этого урагана и развалилось. Также можно посмотреть и дальше, что это не единичный экземпляр. Это говорит о том, что ураган был действительно большой силы. Мои знакомые рассказывали о том, как их чуть ли не сносило, когда они шли на работу. Еще одна знакомая рассказывала, что в тот день она летела как раз таки в Нидерланды и их самолет в течение 40 минут он кружил над аэропортом, пытаясь приземлиться. В итоге все, конечно, прошло хорошо и удачно. Важно отметить, что этот ураган был самый сильный за последние 10 лет, который проходил по территории Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, так что да, это всего лишь доказывать, что мы с нашими продвинутыми технологиями и развитой наукой и техникой иногда оказываемся бессильны перед влиянием природы. Нужно задать человечеству духовный вектор развития благодаря участию и усилиям каждого, то есть создать здоровые условия для регенерации духовного начала в человеке и его расцвета, а также для популяризации культурно-нравственных ценностей во всем мировом сообществе. Все в материальном мире относительно иллюзорно и скоротечно. Все имеет свое внезапное начало и неожиданный конец. Для человека нет на самом деле ни прошлого, ни будущего. Есть только сейчас, в котором он утверждает свой выбор. Нужно спешить создавать в себе внутреннюю духовную опору, пока ты волен в своем выборе. Внутренняя духовная опора помогает человеку стать собой истинным, быть бесстрашным, иметь постоянную связь с духовным миром, независимо от внешнего, независимо от любых обстоятельств, возникающих в жизни. Она делает человека человеком. Всем спасибо. С вами был Александр. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова